Катерина. Привет тебе, Катюша. Здравствуйте. Привет. Слушай, я просто сейчас не очень свободен, но очень хотелось бы поговорить о проблеме контакта. Потому что вот у человека всё может быть. У него может быть там идея, у него может быть талант необыкновенный, у него может быть опыт накопленный. Но никто его не слышит, потому что у него нет контакта. Ну так у многих бывает, особенно у новаторов, которые идут впереди всех, впереди планеты всей, на 50 лет обгоняют своё время и в споре со временем находятся. И вот я жду сейчас одного человека, мы с ним переписываемся. Я ему сказал, мы создаём мост дружбы народов между всем миром, чтобы Восток и Запад лучшие представители человечества, которых каждого из них любят в своих странах. Там великие художники, известные писатели, известные физики, а он как раз физик. А как его зовут? Игорь Николаевич Острецов. Это известнейший физик, ядерщик. Ну и я ему написал, мы бы как раз таки хотели с вами поговорить, потому что проблема контакта вообще имеет большое значение. Он говорит, ну мы можем поговорить с нормальными людьми, у меня всегда есть возможность и готовность, и в смысле возможность совершенно встретиться поговорить. Я ему говорю, ну вот мы хотим такой мост сделать, чтобы... У него колоссальная проблема, понимаешь, которую он не может донести до своих коллег, вернее его все коллеги знают, уже известнейший академик, профессор, там известнейший физик, ядерщик, который говорит о том, что острейшая проблема сегодня у человечества одна. Да, это дефицит энергии. Ага. Дефицит энергии сейчас давит и давит, давит и давит на человечество. И поэтому вот между странами идут всякие выяснения. Не потому что там что-то как-то, что-то как-то. На самом деле речь идет об энергии. Потому что там нефть, там и так далее. На самом деле атомная энергия должна быть, а в атомной энергии свои дискуссии. Он даже доказывал, что почему там Хакусиме и где-то взрывы, волна залила город, тайфуны, вот это все почему происходит там. Ну это выдающийся человек. Тут говорить не о чем. Просто мы хотим, чтобы на масте, поскольку наш новый сайт делается, для того, чтобы согласовать ментальности, культуру Запада и Востока. Потому что и там, и там есть люди, у которых, как говорится, вот эта идея. Ну я бы просто так сказал, что как человек нуждается в том, чтобы быть целостным. Так и у человечества есть потребность быть целостным. А контакта у людей нету. Я хотел создать вот этот мост, международную платформу, площадку. И сейчас там человек, который пока не называемого имени, бесплатно делает там новый сайт, Homo Futurus, уже домен там есть и так далее. Да, но скоро в нашей школе человек будущего будет новый сайт, потрясающий мировой уровень. И вот я хотел, чтобы этот физик-ядерщик пригласить его, чтобы с ним поговорить об этом. А он мне говорит, вы понимаете, я приду, я с вами буду разговаривать. Мы вот сейчас договоримся, во сколько часов в скайпе мы с ним встретимся. Ну конечно я выложу, я его попрошу разрешения выложить. Выложить это в Ютубе, вот так как мы с тобой разговариваем. Чтобы все смотрели, как зачинь, понимаешь, начало этого действия. Чтобы вы видите, какие люди на нашем мосту будут встречаться. Ну это выдающийся человек, но у него есть своя проблема. Вот же проблема в чем? В контакте. Дело в том, что он пытается доказать нашей Академии наук, что вот то, чем сейчас Академия наук занимается атомной энергетикой, вот не в том направлении надо двигаться, а немножко в другом направлении надо двигаться. Ты понимаешь? Они как бы не слышат, хотя он, как говорится, говоря просто, доказанный академик. Ну крутой, ну крутой такой. Ну он так вот на этом заострился, понимаешь? Ну идея-то в чем заключается? Ну во-первых, если Академия наук занимается той же проблемой и предлагают какие-то другие решения, они же ищут и эти решения тоже, ну может же не так вот он говорит, надо чтобы... Короче говоря, он на них, так сказать, наезжает с тем, чтобы выставить свою идею. Да, вот проблема контакта и проблема моста, зачем мы мост делаем? Для того, чтобы в сотрудничестве найти общее решение, чтобы лучшие люди планеты, обсуждая глобальные проблемы человечества, один раз в год, как Олимпийские игры, да, чтобы вся планета наслаждала, когда глобальные проблемы человечества обсуждаются. Такие выдающиеся люди и находили, находили какие-то решения, какие-то решения оптимальные, не путем борьбы кого-то с кем-то, а путем, это называется, знаешь как, не просто анализ и борьба, а синергетика, создание... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да. Ну, синергетика. Я к чему, я вот мечтателя моего положил здесь, на взнесенный жить у меня, мечтает, смотрит на облака, там птичка летает, может быть, в раме картины, а может быть, на небе, а здесь облака, может быть, в комнате наклеено, как это называется, вот это, когда наклеено... Фотобои. Фотобои, а может быть, на самом деле он на лужайке, может быть, лежит, а не на диване. А ножка-то, посмотри, как мёжка-то. Классно, да? Угу. И глазки такие, замечтался, он и называется у нас, мечтатель, замечтался. А, кстати, о мечтах, а как это вплоть... Ну, вот как мост будете делать? Так вот, в том-то и будем. Вот сейчас делает сайт мой коллега, товарищ, я скажу потом на школе его имя, страна должна знать своих героев, потому что это единственный человек, который совершенно недавно вышел, я вам бесплатно сделаю самый современный сайт, потому что вы занимаетесь благородным делом, и я вам буду просто помогать, ничего мне за это не надо. Ну, конечно, я удивился, но вот так же я и хочу, понимаешь, когда контакт появляется, когда больше и больше людей вовлекаются, например, в дискуссию с нашим ядерщиком-физиком о том, как сохранить разум на планете. Он говорит о том, как сохранить разум на планете, потому что скоро энергетический кризис всех достанет, и всем странам придётся так шевелиться. А у него есть предложение. Да, вот Академия наук не так, вот начинается вот это, вот это может создать проблемы у себя в контакте. Я почему это повторяю? Потому что я тоже таким был. Хоть он старше меня, но я таким был по зацикленности своей. Я объясняю, почему. Это смешно, но это факт. Когда человек новатор, он сильно сосредоточен в споре со временем пробивать свою идею. А уже в какой-то момент и не надо её пробивать. Надо перейти в момент дискуссии. Когда надо её с разных сторон рассматривать, а для этого нужен некий контакт, чтобы люди тебя услышали, а они его не слышат, потому что у него этот пробойный молоток продолжает работать. Понимаешь? Ну да. Он уже, ему что-то говорят, а он вот всё своё да своё. Понимаешь? Ну, надо же уже... Вот контакт что-то такое, это очень важно. Я хочу даже нашу запись с тобой ему послать и сказать. Есть синергетика. А для этого мы делаем мост, где выдающиеся умы, прекрасные люди, самые разные, не только учёные, но и композиторы. У него же тоже самое... Прислушиваться. Конечно, и там может быть синергетически решаться глобальные проблемы человечества. Я ему написал, что ваша проблема достойна уровня, когда такую проблему решает не конкретный институт, не конкретная Академия наук, не какая конкретная страна, а когда эту проблему решает человечество. Потому что это такого уровня проблем. Её не может конкретный человек решить, у него нет контакта, у него нет возможности, он не может договориться с Академией, он не может договориться со страной. Вот для них, для таких людей, которые хотят решить свои проблемы, будучи новаторами, этот мост тоже сильно поможет. Потому что когда в эту задачу вовлекаются массы людей, миллионы людей смотрят этот мост, вот подключаются там люди, которые думают примерно так же, и они начинают способствовать этому. Ну да. Вот же в чём дело. Поэтому у нашего моста дружбы народов появляется и такая возможность. Когда новаторы свои идеи там высказывают, и когда вовлекаются миллионы людей в их поддержку, тогда они начинают становиться слышимыми, и тогда у них появляется контакт и с любым чиновником, и с любым институтом, и с любым человеком. Вот о проблеме контакта я хотел говорить. Я понятно всё сказал, да? Да, замечательно. А это для чего я поставил картину свою? Я думаю для того, чтобы всё получилось. Да, чтобы и мост получился. Ты знаешь, что первую книгу свою автор теории стресса Великий Селье назвал «От мечты к открытию». Вот это тоже, от мечты к открытию. Давай, Катюша. Созданию. Давай. До встречи. Намасте.